35-летний житель села Алыш на Рынского района Ширалы Султанов более 10 лет занимается плотническим ремеслом. За это время он успел создать множество сундуков и шкатулок в национальном колорите. Его сундуки ручной работы, благодаря своему отличному качеству и оригинальной обработке дерева, покрытой пышной декоративной резьбой, нашли своих покупателей во всех уголках нашей республики. Одни покупали для себя, другие работы украсили приданной невест. Однако к этому ремеслу Ширалу пришел не случайно. 20 лет назад произошел с ним трагический случай. Вследствие неудачного падения с дерева он стал инвалидом. Отказали ноги. Но, несмотря на свою инвалидность, он смог найти в себе силы и адаптироваться в такой ситуации, и развить свою активную жизненную позицию в древнем плотническом деле и усвоить все тонкости деревянного мастерства, не обучаясь специально. Когда вошли в мастерской Ширалы, он занимался исполнением очередного заказа. Поскольку он не может двигаться самостоятельно, ему помогает распиливать доски брат и сосед. Процессы работы он рассказал свою историю. Где научились мастерить сундуки? Вообще-то это было во мне заложено, да и мои предки были плотниками. С детства увлекался различными деревянными подделками. А когда отказали ноги и не стал ходить, усилился интерес к деревянному делу. И, конечно, надо было на что-то жить и учиться жить по-новому. Говорит он. По мнению психологов, люди, которые после какой-либо трагедии, ставшие инвалидами по состоянию здоровья, после впадают в глубокую депрессию, теряют всякий интерес к жизни, замкаются. Часто вычеркивает сами себя из общества. Ситуация инвалидности ставит человека в особые условия жизни, требующие мобилизации всех физических и психологических сил. В такой ситуации родные и близкие должны помогать адаптироваться. Но только сам человек и его желание может помочь себе в сложившейся ситуации, приспособиться к новой жизни, достойно жить и даже зарабатывать, избавляясь от комплексов и ерлков. Конечно, без трудностей не бывает. Я усвоил это дело без специального образования. Сам сидел часами пробовал. Если не получалось, не бросал, а начинал всё заново. Но у меня есть помощники, брат и сосед. Рассказывает он. В Кыргызстане есть несколько цехов, где трудятся инвалиды. В основном там изготавливаются различные игрушки и сувениры из войлока на продажу. Но самое главное в любом бизнесе найти своего покупателя. Первые свои работы Ширалы продавал на базаре. Но за 10 лет своей работы Ширалы раскрутил свой маленький бизнес и начал принимать заказы уже дома. И заказов более чем достаточно. По его словам, хороший сезон, его чистый доход составляет 60-70 тысяч сом в месяц. Вначале было очень трудно продать. Ездил на рынок в Адбаши. Сейчас забирают из дома. Иногда не успеваем изготовить в сроки. Сам я в среднем изготавливаю до 10 сундуков. А со своим подмастерьем вместе делаем до 15 сундуков. Получаем достаточную прибыль. Спасибо людям. Работает сарафанное радио. Мама Ширалы гордится своим сыном. Сильным, предприимчивым и позитивным. Который не опустил руки, нашел в себе силы и крепко встал на ноги. Отмечает, что первый сундук был сделан именно для нее. Радуется, что он живет активно и дышит полной грудью. Даже обучившись в автошколе, приспособился самостоятельно водить машину. Она отмечает, что в такой позитивной прогрессии после трагедии сыграла роль семьи, поддержка родных и близких. Ширалы после того, как отказали ноги, плакал долго. Не смог смириться с этим. Я ему все твердила. Не плачь, этим ничего не изменишь. Лучше подумай, займись чем-нибудь. Но со временем смирился. Первые годы начал читать книги, чтобы хоть как-то отвлекаться. Потом научился чинить радиотехнику. Магнитофон потом взял себя в руки, начал учиться работать с деревом. Начинал делать шахматы, потом мастерил сундуки. Сейчас уже содержит всю семью. Его первая работа, маленький сундучок, была посвящена мне. Со временем приспособился водить машину. Поначалу я сильно боялась, переживала, а сейчас уже привыкла. Даже свозил меня до Таласа, туда и обратно. Говорит она. Мастер водит машину уже три года. Так как не двигаются обе ноги, он привязал к педалям деревянные палки и приспособился водить вручную. «Я, как и все, сперва выучился в автошколе и получил права. Если нажать на эту палку, это тормоз, а если на эту, то это газ. Одной рукой держу руль и вожу. Иногда, когда задерживают гаишники, видя меня, с пониманием отпускают». Показывает Ширалы. По его словам, таким образом он водил даже джип. В будущем он планирует построить комплекс для отдыха в своем регионе. Отмечает, что если бы была бы хорошая поддержка бизнес-идей со стороны государства, то с легкостью мог бы реализовать множество успешных проектов для привлечения туристов. Это история Ширалы, который не опустил свои руки и заново построил свою новую жизнь. Работает и строит планы на будущее. К сожалению, есть истории людей, которые не смогли вытащить себя после депрессии и потеряли рвение в жизни. Но история Ширалы показывает, что жизнь каждого человека в его руках. Материал специально для IWPR подготовил Мирлан Абдулдаев. По данным Министерства социального развития, в Кыргызстане живут свыше 160 тысяч людей с ограниченными возможностями, включая 27 тысяч детей. Основной проблемой для большей категории этой людей тяжело найти учебное заведение, получить высшее образование, либо найти работу. Согласно исследованию Министерства труда, миграции и молодежи, работодатели в стране не готовы брать на работу людей с ограниченными возможностями здоровья. При этом 65% компаний не готовы принять на работу людей с ограниченными возможностями по состоянию здоровья из-за дополнительных издержек. К тому же на вакантное место всегда находится подходящий кандидат, говорится в отчете за 2014 год. Однако есть и те работодатели, которым не важно это. Главное, чтобы человек знал свое дело и добросовестно исполнял свою работу. Ведь в любой работе важен конечный результат. На этом наш выпуск завершается. Журналисты программы IWPR ради Института по освещению войны и мира следят за развитием актуальных событий. Все материалы и репортажи вы можете читать и слушать на сайтах iwpr.net и kabar.asia. Оставайтесь с нами, Мирим Астаналы. Услышимся!